В сентябре сдадим. Так говорят строители по поводу долгостроя на проспекте 9-й пятилетки в Чебоксарах. Дом строится с 2007 года. За это время сроки сдачи объекта переносились не раз. Узнать, как идут дела на стройплощадке, выехали депутаты Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашии. Мнение жителей и строителей выслушала и наша съемочная группа. Там еще не до делок, не до красок, там еще делов. Эти вот еще ладно закрыли, не закрыто было. Наверху еще там крыша не закрыта. Вера Андреевна 7 лет назад купила в этом доме квартиру для внука. Чтобы расплатиться со строителями, оформила ипотеку. Но новоселье пока так и не отметила. Говорят, в сентябре сдадут. А вы сейчас что думаете? А вы думаете, что это не сдадут? Ваше мнение. Мое мнение наверняка не сдадут. Сегодня есть, вчера были. Я здесь каждый день тут прохожу. В 2016 году там вообще ничего не было. Не работали почти. Руководитель субподрядной организации Авак Ханадинян утверждает, что в сентябре жилая часть дома будет сдана. Останется завершить работу в вспомогательных помещениях. Дом достроен. Благоустройство его завершено. В течение недели-полторы завершено. Реклама снимет обременение на этот дом, на эту землю. И тогда те квартиры, которые были свободны, мы начнем его реализовать. Обманутые получат свои квартиры. Там 48 этих обманутых дольщиков. Они получат свои квартиры, как подпишутся с нами акты прием-передачи. Сейчас в здании завершают работы по монтажу внутренних систем, отделке мест общего пользования. Восстанавливается система отопления, счетчики учета, а также проверяется работа лифтов. Кроме того, чтобы завершить строительство дома, необходимо присоединить его к сетям тепло- и водоснабжения. 1 сентября у строительной компании закончился срок разрешения на строительство. Нужно признать, что сегодня эти проблемы существуют. Ситуацию из-под контроля нельзя упускать, иначе все быстро можно раскачать. Сегодня буквально 121 объект долевого строительства в республике у нас. Это 76 строительных организаций, застройщиков. Это почти 10 тысяч договоров долевого строительства. На сумму почти 32 миллиарда. Если быть точным, 31,7 миллиарда. И, конечно, контроль правительства, контроль депутатского корпуса здесь нужен. Президент страны подписал закон. Теперь компания, которая участвует в долевом строительстве, должна будет создать страховой фонд, чтобы в случае возникающих проблем дольщики могли получить компенсацию. По мнению законодателей, это поможет снизить напряженность и обезопасить финансовые вложения россиян.